всем привет прислушайтесь это идет дождик если для кого-то дождик так же как и масло с водой несовместимы то для нас здесь северо-западе сша особенно для рыбаков это просто счастье во-первых за дождя который у нас идет почти семь месяцев в году все такое зеленое и красивое особенно нас рыбаков это еще плюс потому что реки начинают подниматься а это значит что лосось который находится в океанах и заливах будет подниматься парик по реке по рекам так что с момента про моего просле пас последнего похода за кижучем прошло два дня в этот раз вместо того чтобы начать сверху я дошел до конечной точки и буду подниматься наверх по течению вот река дождь начался вчера вечером обл не очень сильный вода немножко начиная начинается темнеть но в принципе еще очень довольно таки ловимо поэтому я думаю что у меня еще будет 3-4 часа до того момента когда она уже начнет вообще становится мутной ух запыхался звонила мне одета 50 минут чтобы дойти до сюда ну наконец-то я на этом месте буду ловить вот только что подходил видел одна рыбка плеснулась не очень крупная не знаю кижуч это было или еще что-то другое буду опять блеснить икру опять не взял с собой икру икру я сейчас храню как зеницу ока она мне нужна для ловли осенней чивычи а кижуч и на блесну берет особенно начале он там что-то что-то плеснулось так что как и в прошлом видео прошлом походе я буду надеяться на удачу сегодня буду ловить у меня удочку не разобрал буду ловить опять вот листик у меня тут прицепился буду опять ловить на blue fox желтого цвета начну номер 4 все очень сильно взбудоражен надеюсь на удачную рыбалку все пошел ловить вот это вся сейчас грязь который намылась гор и которая села на камнях тогда когда вода летом была падала сейчас она постепенно вся начнет смываться в реку от этого вода цвет воды будет становиться мутнее и мутнее но я думаю у меня еще есть время чтобы как бы застать более-менее чистую воду первый заброс надеюсь это начало сегодняшней успешной рыбалки вода поднялась может быть сантиметров на 10 с того момента запрашивать с прошлого раза чуть-чуть увеличилось течение потихонечку подматываю блесенку вертушечку пока видел только пару небольших рыб но ничего серьезного ну и в прошлый раз тоже как бы особо она не плескалась но тем не менее мне удалось взять дневной лимит кижуча на этой реке капает дождик и тишина только дождик я по-моему блесну подцепил ну ладно раз на меня налетают серые канадские гуси им нравится это место я не знаю они здесь питаются что ли перед тем как и прямо близко со мной красавцы эта стайка немножко поменьше чем прошлый раз прошлый раз полетели красота что у нас будет металл слухи масса всех силь Продолжение следует... 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 так и плечи не грудь на спина никогда не были сырыми так что я не пожалел что заплатил там какие-то 550 долларов за эту куртку она мне уже служит очень-очень много лет ну как бы я за ней конечно слежу особое по кустам по деревьям стараюсь не шаркать вот при необходимости если дождя нет я ее снимаю это был камень я и снимаю кладу сумку рюкзак или просто несу в руках и вот она мне служит так долго очень рада этой покупкой одна из моих как говорится лучших инвестиций в рыбалку все равно очень красиво очень спокойно капает дождичек деревья уже некоторые листочки начинают желтеть еще рано не осенью у нас скоро грибы пойдут так что еще будет занятие будем с семьей с ребенком ходить за грибочками и бог здесь очень много таких же как и в россии или как бы я не знаю бывшие ссср и белые есть и лисички и грузди подосиновиков очень много есть еще очень замечательный гриб который называется мацутаки японский гриб мацу по моему это это елка или ель или сосна атаки это гора то есть горный гриб который растет под хойными деревьями так скажем очень ценный гриб очень вкусный я очень часто ем даже сырым хорошо продолжаем ловить время где-то 8 утра ребята снова рыба поднялся чуть выше по течению вот там уже то место где начала ходить прошлый раз вот она очередная очередной кижуч похоже похож на кижуч может быть и вы че конечно но вряд ли вероятно так она хочет куда-то идти вверх за камень неплохая тоже килограмм чека на 3 наверное самец уже видно что самец потому что нос горбатый так пытаясь вывести сейчас стоял на середине реки он еще как-то не особо живой пока смысле бойкий по-моему еще не до конца осознал что происходит я сильно его не дергаю не тяну так медленно медленно выхожу в сторону берега сейчас мне мне кажется будет второе дыхание плавника пока не вижу но еще сложно сказать так здесь начинается глубина мне надо его чуть-чуть вниз по течению спустить чтобы до берега добраться на что-то особо не трепихается ох ну там еще один нырнул самого другого берега так где тут его вывести надо глядеться наверное вот это вот сюда пойдем сейчас мне кажется он живет первый первый рывочек сложно идти назад пятится камни не видать которые зале тебя большие они скользкие пытается наверх идти но чувствуется взял неплохо как бы как минимум парочку крючков наверное во рту него ладно не будем перегать опережать события на это сто процентов самец взял за за край рта ну хороший ребята это хороший самчик это где-то килограмма наверно на три с половиной сейчас посмотрим если у него плавник или нет плавника нету это хорошо вот ребят видите знаю пока показывается не показывается но скорбатый берем отлично самцы самцы они вкусненькие у хорошего вот парите ребят я не знаю сколько сантиметра хорошей немножечко начинает розоветь здесь на брюшке говорит о том что рыбка уже пришла недавно но все беру вот ребят под почистил его от грязи прибрежный и вот такой красавец да я думал килограмма на 4 наверно потянет такой приличный самец как обычно все та же блесна продолжает работать ну что ж две есть время где-то 8 30 наверно утра посмотрим получится ли поймать лимит в этот раз снова не бросать у меня на лице грязь всего запрыскал всю куртку все штаны не знаю попал на лицо у него но все так же продолжает идти дождь ни разу не остановился немножко послабше стал такой не моросящий но уже немного послабее идет воздух замечательный такой свежий после дождя его дышать очень приятно ну вот наверное буду делать последний заброс сходил дважды вверх и вниз по течению была еще одна хватка но то ли тройник у меня уже затупился потому что 6 рыб уже на него вытащил то ли просто неправильно ударила рыба буквально доля секунды и она сошла дождик так и не прекратился ни разу все льет и льет и льет и льет я думаю уже рыба даже которая стояла она начинает чувствовать что вода поднимается и ей сейчас не до того чтобы быть территориальной так как лосось естественно не голодный они не не едят ничего уже когда в реках поэтому у них на уме единственно сейчас наверное просто начинаться двигаться вверх по течению ну не успел договорить на своих последних забросах села батарейка на камере который на голове ну ладно в общем я выхожу сейчас соберу рыбу пакет и буду выдвигаться ну все равно как бы неплохая рыбалка для лососевых для лососевых рыб и а вот на берегу у меня лежит парочка вот таких симпатяшек одна поменьше это девочка а покрупнее это самец капнула вот так лучше неплохие самочка я думаю где-то два с половиной три а самец наверно на четверочку потянет у меня еще сейчас в плане заехать в одно место здесь недалеко минут на 20 езды ну конечно сначала выкарабкаться это уже сейчас займет и заехать в одно место где я знаю что бывают ранние белые лисички и надеюсь заодно убить как говорится двух зайцев одним выстрелом ладно а если не наберу так не наберу закончу сюжет на этом если наберу покажу как я еще лисички собираю надеюсь попадутся всего хорошего вот такие разные погоды бывают в прошлом ролике было солнечно и жарко а сегодня сыро и прохладно всем до новых встреч подписывайтесь комментируйте ставьте лайки дизлайки как вам нравится не нравится до следующих встреч пока дизлайки как вам нравится ты и пишите и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...